Встреча с ГАИ На перекрестке улицы Пушкина и Карла Маркса произошло возгорание автобуса МАЗ Что случилось? Горячий обед в холодное время Сегодня раздавали хлеб, кашу, конфеты, печенье, горячий чай На Карла Липникта 58 протягивают руку помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию Кому принадлежит благородная идея Лыжня 2021 объединяет В Бобрусье готовится к главному зимнему состязанию Могут принять участие все желающие Во сколько стартует долгожданная гонка А также проекты будущего, накопительная пенсия и эко-машины В Беларуси утвердили программу развития электротранспорта, как будут стимулировать их продажу Начало недели, к сожалению, не обошлось без свежих сводок от МЧС Огнеборцы тушили гараж, спасали автомобиль и дачу в Бобруйском районе Обо всем по порядку Загорелся, как в самые эпичные моменты гонок Формулы-1 В Бобруйске вспыхнула задняя часть пассажирского автобуса прямо на ходу 19 января, ориентировочно в 16.25 На перекрестке улицы Пушкина и Карла Маркса Произошло возгорание автобуса МАЗ Обошлось без жертв, пассажиры покинули салон По факту ДТП проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая и раскроет причину ЧП Спасатели в этот день тоже не остались без работы На социалистической горел гараж Перед огнеборцами открылась следующая картина Постройка полыхала открытым пламенем, внутри находился автомобиль Хозяева ничем помочь не могли, за спасательной операцией наблюдали со стороны В результате пожара уничтожен автомобиль, повреждены стены и перекрытия внутри гаража Пострадавших нет Спасенная рядом стоящая баня Специалистам, правда, еще предстоит установить причину происшествия Одна из версий нарушения правил эксплуатации электросетей и оборудования Еще одно ЧП произошло в Залесе Бобруйского района Здесь горел дом Сигнал СОС подали соседи Самохозяйка датча, городская жительница Накануне пожара она приехала в поселок Залесе на рейсовом автобусе Для того, чтобы протопить дом, так как в нем хранились продукты После всех дел женщина отправилась в обратном направлении Пока она была в пути, огонь подкорректировал интерьер Пострадали стены, потолок кухни, повреждено имущество, соседние комнаты закопчены Рассматриваемая версия о нарушении правил устройства эксплуатации печи МЧС в очередной раз призывает жителей неукоснительно соблюдать правила топки Перекал недопустим Максим Кембель, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Рука помощи в Бобруйске проходит благотворительная акция в рамках социального проекта Идея кормить голодных совместная принадлежит ТЦСОНу, Ленинского района и социальному отделу Бобруйской епархии Обид нуждающийся, а это те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, получают пять раз в неделю Сбор на Карла Липнихта 58 в 12.30 Поддерживает движение Красный Крест на горячий чай в 20-ти градусный мороз, как никогда, кстати Сегодня раздавали хлеб, кашу, конфеты, печенье, горячий чай Социальный отдел Бобруйской епархии предоставляет вещи Это зимние вещи, куртки, обувь, штаны Кто-то нуждается в белье По запросу наших граждан, они подходят, говорят кому что нужно Особенно в зимний период, у кого-то курток нет, у кого-то обувь порвалась То есть мы объединяем, чтобы найти необходимые вещи, потому что размеры обуви разные И социальный отдел Бобруйской епархии помогает нам в этом Привозит одежду, кому-то необходимы лекарства Тоже сестричество Святы Ислутской помогает в этом Помогают бездомным и тем, кто вернулся из мест лишения свободы уже не первый год подряд Кстати, здесь содействуют и в восстановлении документов, и в поиске работы для желающих Добровольная система, книжная ярмарка и январская оттепель на смену лютым морозам Идет плюсовая температура К чему быть готовыми? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Минэкономики планируют до 2025-го реализовать пять проектов будущего Их инвестиции составят почти 2 миллиарда белорусских рублей Каждый из проектов объединит межотраслевые, научно-технические и инновационные разработки Кроме крупных инвестиций, это еще и создание более 2000 новых высокопроизводительных рабочих мест Развитию добровольной накопительной системы пенсий в Беларуси уделят особое внимание Она существует уже несколько десятков лет, однако не получила широкого распространения Пока на нее перешли лишь 5% занятых в экономике Смысл накопительной системы заключается в том, что каждый работник переводит деньги на свой индивидуальный счет Эти средства вкладываются в какие-то активы, дорожают вместе с ними и прирастают процентами В Беларуси утвердили программу развития электротранспорта Проект рассчитан на 5 лет К этому времени доля эко-машин в стране должна вырасти до 30% Для стимуляции продаж зеленых авто создадут необходимую инфраструктуру Экозаправки, льготы при покупке также решат вопрос с утилизацией литий-ионных батарей Кроме того, в Беларуси готовы к созданию отечественного электромобиля Минск готовится к международной книжной ярмарке В этом году она пройдет с 18 по 21 февраля Ознакомиться с новинками издательств можно будет с 10 утра до 8 вечера Организаторы форума решили продлить работу книжной ярмарки на 1 час Центральным экспонентом в 2021 станет СНГ Содружеству независимых государств исполняется 30 В юбилейном году в СНГ председательствует Беларусь На смену лютым морозам в страну идет оттепель Из-за такого резкого изменения температуры на четверг объявлен оранжевый уровень опасности После минус 30 станет плюс 4 В ночные и утренние часы во многих районах ожидается гололед ГАИ рекомендуют водителям и пешеходам быть особо внимательными в период перепада температур О резком таянии льда предупреждают и спасатели В Беларуси выздоровели и выписаны 214 366 пациентов с COVID-19 Зафиксированы 230 494 человека с положительным тестом на коронавирус Всего проведено 4 295 374 исследования Такие данные приводит Минздрав В регионах страны началась вакцинация от COVID-19 Российский препарат поступил в поликлиники и больницы Гродно, Витебска, Гомеля Первые уколы получили медработники Те, кто в зоне риска и каждый день на передовой Поставки спутника ВИП будут продолжаться И поступление в определенные медучреждения будет зависеть от двух факторов Они должны быть готовы принять препарат, иметь соответствующие холодильники И вакцина, прежде чем попасть в руки медиков По закону должна пройти обязательный двухнедельный контроль качества Уже в эту субботу Бавруиск встанет на лыжи Зимний праздник пройдет на территории Ледового дворца Регистрация начнется в 9 утра Торжественные открытия проведут в 10 часов Традиционно у Бавруиска лыжни две дистанции 1200-800 метров Первая для представителей администрации районов ОВД, МЧС, учреждений среднего специального Профессионально-технического образования Коллективов физической культуры и спорта Предприятий и организаций Вторая для подростковых клубов и школ города Могут принять участие все желающие Будут создаваться команды среди учащихся среднего общего образования Среди учащихся колледжей Если вы хотите участвовать в своей организации Можете создать команду 5 человек И пожалуйста, welcome К слову, вблизи Бавруиск арены будет работать прокат инвентаря Сами соревнования носят лично командный характер И проводятся по правилам Участникам необходимо прибыть с индивидуальными номерами Где отражается название учреждения или организации, за которую они выступают Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будем вечером Счастливо Субтитры создавал DimaTorzok